Все-таки вы ходите дальше. Собственно, лучший комментарий и факт выхода. Спасибо за поздравление. Тяжелая игра. Но самое главное, чтобы в какое-то время мы пришли. Будем готовиться к следующему сопернику. Как можно вообще описать эти качели? Были ли это качели, учитывая количество? Считаю, две игры равные были. Второй темп, наверное, все-таки, мы опять неудачно провели. Хотя могли в конце и забить два раза. Но с появлением Беседина начали лучше мяч держать, и прошли моменты с этого. Жень, что же было с самым сложным в противостоянии с нападающими? Да ничего такого есть. Не сказать, что там ничего такого. Ну, хорошая команда, техничная. Есть быстрый рикит. Но самое главное, что мы не пропустили к Кире. Это была задача камеры-1 избить. Ну, не забили, но мы не пропустили. Выполнили задачу. Ну, а вы готовились к стандартам? Конечно, мы работали, да. Каждый знал свою точку. И действительно, над этим работали. Впечатляет героизм Коли и Морозюка? Собственно, в какой команде вы? Не, молодец, конечно. Но понимаешь, что это сильная игра. Так что болит, не болит, интегра, молодец. Ну, вы нормально там зараз? Да, нормально. Там ничего особого там. По-моему, даже зашивать, по-моему, ничего там серьезного. По ходу игры, в принципе, видно было, что часто апеллировали к Рэбитеру. Но это бросалось в двух глазах? Ну, они также и вреды, пацаны давили на судей. Ну, слава богу, что судья не ввелся, наверное, и нормально отсудил. Что было во втором тайме? Почему команда так больше играла? Ну, не знаю. Наверное, каждый боялся ошибиться, потому что счет скользкий был. Нельзя было ни в коем случае прожескать. Наверное, на себе был какой-то запас. Наверное, более рискованно играли. Что тренеры рассказали после матча? Почему? Молодцы, спасибо, что бились. Пошли дальше, шли в сопернику. А чего вы такие сумные? Ну, ничего. Хорошо, чуть-чуть устал, нормально. Все, спасибо. До свидания.